Министерство внутренних дел в текущем году прогнозирует рост случаев мошенничества. С прошлого года значительно выросло количество преступлений, совершаемых в форме хищения путем обмана или злоупотребления доверием с использованием сотовой связи и интернета. Подробнее о том, как не стать жертвой подобных преступлений, расскажет наш корреспондент Юрий Осипов. Как правило, мошенники изучают своих жертв. Для этого ими активно используются как интернет, так и газеты. Мария – владелица одного из юлиридных магазинов Якутска. Мошенник позвонил ей и представился начальником ГАИ. Для того, чтобы Мария ему поверила, он придумал историю. Просил, чтобы я привезла несколько сертификатов, чтобы подарить им проверяющим, которые приехали из Москвы. Сертификаты на ювелирную продукцию где-то 20 тысяч рублей. Я согласился, конечно, и поехал. Вот пока я ехал, он мне позвонил, попросил срочно закинуть деньги ему на сотовый телефон, потому что у него нет времени это сделать, и он уходит на минус. Ну и тоже, недолго, думаю, согласилась, пошла, закинула 10 тысяч рублей на его сотовый телефон. По приезду в ГАИ выяснилось, что там нет такого человека и никто не собирается покупать сертификаты. Номер, с которого звонили, уже был недоступен. В ходе следствия выяснилось, что это был не единственный случай на территории Якутска. В ходе проведения анализа были установлены 6 фактов аналогичных уголовных дел, пострадавших аналогичным способом. Как оказалось, злоумышленник и вовсе действовал из Краснодарского края. Оперативные сотрудники были тут же командированы на место. Там во взаимодействии с местными службами был установлен и задержан подозреваемый. Также проведены обысковые мероприятия, в ходе которых были установлены изъятия вещественные доказательства. В настоящее время проводятся следственные мероприятия. Следователи установили, что подозреваемый действовал по всей России. Он находил в интернете номера своих жертв, владельцев магазинов и вводил их в заблуждение, после чего обманным путем выманивал у них деньги. И это лишь один из множества способов, которыми пользуются злоумышленники. Помышленники в настоящее время действуют у нас как и в сети в интернет, активно используют все возможности социальных сетей, различных интернет-сайтов, так и, можно сказать, на уровне печатных СМИ. То есть люди, когда размещают объявления, какие-нибудь пользуются им услуги, обязательно могут воспользоваться этим. Более 80% поступивших в МВД за прошлый год заявлений относятся к этому новому виду преступлений, так называемым дистанционным мошенничеством. Чтобы не стать жертвой подобных махинаций, нельзя передавать незнакомым лицам свои персональные данные. Для перевода денежных средств достаточно просто. Номера карты, никаких либо других цифр или кодов. Не сообщать информацию, которая поступает вам в СМС-сообщении при подтверждении СМС-операции. Ознакомливаться внимательно с этими СМС-сообщениями, которые вам поступают. Не переходить по ссылкам, которые поступают с непонятных номеров, непонятного содержания ссылки. Также нужно быть особенно внимательными при покупке товаров в интернете. Перед покупкой нужно ознакомиться с отзывами об этом магазине. И при взаимодействии с незнакомцами, будь то интернет или телефонный разговор, желательно перепроверять каждое слово и не терять бдительность. Юрий Осипов, Владимир Павлов, НВК Саха, Якутск.